всем привет я снова рад приветствовать вас у нас на канале ол дачман с вами я владимир козрачук и сегодня мы подведем некоторый предварительный итог тем видео выпуском которые я выкладывал в теме избавление от лишнего веса и коррекция фигуры я вам показывал различные упражнения дыхательную гимнастику упражнения с отягощениями упражнения без отягощения приседания различные повороты тела наклоны махи ногами и в связи с этим если мы обратим внимание на все вот эти вот упражнения которые я вам показывал мы заметим что не нужно для сбрасывания лишнего веса такое понятие как дефицит калорий многие бодибилдеры утверждают что вы никогда не избавитесь от лишнего веса если у вас не будет дефицита калорий немножечко вот этому вот тематическому вопросу чтобы был дефицит калорий нужно к примеру потреблять 2000 калорий тратить 2 200 2 300 2 500 калорий потреблять меньше тратить больше к чему вы придете через неделю или через две уже вам скажет только врач которому вы попадете поэтому никогда не прислушивайтесь к советам различных бодибилдеров качающихся анаболиками стероидами пожирающих пачками всякие фармацевтические препараты для избавления от лишнего жира для избавления там не знаю от чего еще и для накачки веса пункт второй все те люди которые вам советуют различные программы фитнес программы спортивные упражнения и так далее они естественно они там выглядят в своих спортзалах спортивно подтянута жировая прослойка можно сказать на нуле у них хорошие красивые мышцы стройная фигура но пожалуйста не забывайте о том что эти люди грубо говоря живут в спортзале 24 часа сутки если они фитнес-тренеры то как допустим будет этого фитнес-тренера слушать обычный человек пришедший немножко подтянуть мышцы укрепить свое здоровье в спортзал если перед ним будет стоять к примеру вот такой вот толстый тренер да с пузом с тройным подбородком и будет говорить я тебе скажу какую нужно есть диету я тебе скажу то я тебе скажу это человек подумает ты себя хоть зеркало видел и поэтому эти все товарищи живущие именно живущие в спортзалах как фитнес тренеры всегда несут какую-то чушь естественно вы подписываясь на их программы вынуждены покупать какой-то пакет препаратов для того чтобы принимать эти препараты типа биологически активные добавки там всякая другая ерунда чтобы сбросить вес избавиться от лишних калорий избавиться от жировых прослоек и подтянуть свою фигуру попробуйте сделать это без вот этой всей фармы без вот этих стероидов и анаболиков слабо поэтому я вам три месяца подряд говорил говорю и буду говорить буду продолжать эту тему для того чтобы избавиться от лишнего веса чтобы корректировать свою фигуру укрепить дыхалку укрепить сердце откажите всего-навсего от двух продуктов от сахара и от хлеба хлеб если не совсем то сведите его как можно меньше потреблению а сахар исключите совсем не важно в каком его проявлении хоть то сахар рафинад сыпучий сахар конфетки сладкие булки там вот эти вот круассаны там варенье соки особенно вот в нектарах не просто в соках а именно в нектарах ну что я знаю что вот обычный сок допустим тот же самый яблочный сок он содержит себе фруктозу виноградный сок он содержит себе фруктозу нектар яблочный нектар виноградный нектар малиновый эти соки с позволения сказать содержат в себе 30-40 а то и 50 процентов сахара то есть на литр такого вот нектара у вас если вы его экстрадируете получится около 250-300 грамм чистого кристаллизированного сахара так что не все соки помогают вам избавляться от лишнего веса то есть если вы к примеру отказались от сахара вы не потребляете сахар но пьете такие соки такие нектары можно сказать что вы топчитесь на месте у меня вот здесь вот эта вот фигня она правда лопнула я принес ее сегодня на работу после зимней спячки мяч был сдут внутри я его решил подкачать сжатым воздухом перекачал положил в шкаф она взорвалась пришлось натолкать в нее целлофана елки-палки полиэтилена и более-менее сделал вот такую вот ерунду которая держится пока что держится для чего эта штука мне сейчас нужно не просто для того чтобы отрабатывать скорость удара и реакцию я во время отработки ударов на этой груши напрягаю свой пресс и держу его как можно дольше в напряжении настолько сколько это я могу потому что если мы просто концентрируемся на ударах руками по этой груши и оставляем наш живот в покое максимум 30-40 секунд живот расслаблен спина расслаблена никакой концентрации если же мы напрягаем наш живот мышцы брюшного пресса и начинаем работать по этой груши то следя за тем как напряжен наш живот мы помогаем нашим мышцам мышцам нашего брюшного пресса быть постоянном тонусе если мы не просто скажем так не просто выполняем упражнения выполняем какие-то гимнастические программы по укреплению нашего тела приведение себя в тонус но постоянно следим за собой допустим вот классно позанимались дома просто офигительно но мы пошли на работу и на работе мы ходим вот так вот все наши упражнения вся наша гимнастика пошла на смарку во первых вдохнули выпрямили тело выдохнули и держите ровную осанку не надо сутулиться от того что вы сутулитесь защемляет нервы в грудном отделе позвоночника невралгия это такая неприятная не скажем не скажем это болезнь но такая вот неприятная штука которая при защемлении нервов может вызывать действительно сумасшедшие боли в грудном отделе позвоночника между лопатками в самой спине ниже это это довольно неприятная вещь поэтому чтобы такого не было чтобы этого избежать следите за своей осанкой как исправить осанку я вам просто сейчас покажу вы заводите руки за спину ладони вместе и отводите локти назад настолько назад насколько это возможно то есть вот смотрите вы стоите ваши локти здесь впереди вы их отводите назад и выправляете свой позвоночник выгибаясь вперед и держа осанку потому что этим упражнением мы раскрепощаем мышцы грудные расправляем грудную клетку приводим в тонус мышцы плечевого пояса и исправляем таким образом нашу осанку это вам к слову о том как корректировать фигуру ну а по поводу избавления от лишнего веса как я вам уже говорил два продукта больше ничего два продукта от которых вы отказываетесь один отказываете полностью второй сводите на минимум если не можете отказаться от хлеба и конечно же заниматься 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 потому что как говорится под лежачий камень вода не течет движение жизнь какие там еще были поговорки умные хорошие многие товарищи даже покупают себе цитатники и записывают различные цитаты туда чтобы потом блеснуть где-нибудь смекалкой или умом в кругу своих знакомых в кругу своих друзей поэтому можете даже записать то что я вам сейчас сказал в общем не забудьте подписаться на наш канал поделиться видео с друзьями оставить лайк адекватный комментарий оставайтесь с нами у нас всегда на канале есть что-то полезное интересное умное и познавательное всем удачи с вами был я владимир козырчук автор канала ол дачку всем пока субтитры сделал DimaTorzok